новости москва баку здравствуйте париж занимается поощрением сепаратистов а также вооружением армении подготавливая таким образом почву для развязывания новой войны на южном кавказе об этом заявил сегодня президент азербайджана в своем приветственном слове к участникам международной конференции на тему деколонизация усиление женщины развития которая проходит 21 ноября в баку при организации бакинской инициативной группы движения неприсоединения франция проводит милитаристскую политику вооружая армению поощряет реваншистские силы в армении готовит почву для развязывания новых войн в нашем регионе в то же время франция злоупотребляет своим статусом постоянного члена совета безопасности оон для проведения своей предвзятой необъективной политики занимается геополитическими интригами в разных регионах пытается использовать западные организации в качестве средства давления против государств азербайджанский лидер отметил что параллельно с тенденциями неоколониализма мир сегодня также наблюдает широкий размах в самой франции расизма ксенофобии и исламофобии вместо того чтобы бороться с такими тревожными и опасными тенденциями внутри страны французские власти пытаются получать другие страны кроме того ильхам алиф назвал францию рекордсменом по преступлениям в колониальной истории франция оккупировавшая десятки стран африки юго-восточной азии в регионе тихого атлантического и индийского океанов латинской америки грабившая их богатство и на протяжении многих лет порабощавшая их народы совершила на этих территориях многочисленные военные преступления и преступления против человечности французские вооруженные силы подвергли геноциду сотни тысяч мирных жителей из-за их этнической и религиозной принадлежности алиф добавил что за время председательства в движении неприсоединений не раз перечислял конкретные факты многочисленных преступлений против человечности и зверств совершенных францией в алжире марокко тунисе мали джибути нигерии чаде сенегале бенине кодевуаре центральной африканской республики габони тогу камеру не вьетнаме союзе коморских островов гаити и других странах франция также несет большую ответственность за убийство более чем 800 тысяч членов племени тутси в руанде в 1994 году добавил азербайджанский лидер ильхам алиев напомнил что еще в начале октября в телефонном разговоре с председателем совета евросоюза шарлем мишелем предупреждал если на южном кавказе возникнут какие-либо новые военные конфликты то их виновником будет именно франция поскольку поставки французского оружия в армению служат не миру о новому противостоянию в конце октября этого года министр обороны франции себастиан ли корню сообщил о договоренностях парижа и еревана по покупке французских вооружений в том числе в сфере противовоздушной обороны в ответ на это официальный баку заявил что франция будет виновником новых проблем на кавказе из-за поставок оружия напомним что конференция движения неприсоединения проходит в баку уже второй день всего в мероприятии принимают участие около 60 делегаций в ереване сегодня заявили что наконец направили баку новый шестой вариант проекта мирного соглашения об этом сообщили в мидармении в опубликованном сообщении также говорится о том что армения по-прежнему привержена к заключению подписания документа о нормализации отношений на основе ранее обговоренных принципов вслед за публичным заявлением премьер-министр армении никола пашиняна от 18 ноября об активизации дипломатических усилий для достижения подписания мирного договора с азербайджаном армянская сторона представила азербайджанской стороне шестое предложение соглашения армения привержена обязательству доработать и подписать документ о нормализации отношений на основе ранее объявленных принципов. Возможно, на ответ со стороны Армении по мирному договору повлиял недавний призыв азербайджанского лидера. Буквально вчера президент Азербайджана Ильхам Али в заявлении для прессы после встречи с иракским коллегой призвал Ереван не затягивать с ответом на предложение Баку по мирному договору, отметив, что он уже два месяца находится у армянской стороны. Мы ждем от Армении ответа на наши предложения. Несколько раз мы обменивались предложениями по проекту мирного договора, но теперь мы ждем более двух месяцев, с 11 сентября, чтобы правительство Армении ответило нам. Хотим узнать их мнение по этим комментариям, но ответа мы так и не получили. По словам Алиева, Ереван затягивается ответом, потому что они получают плохие советы, в частности из Франции, которая играет очень деструктивную роль на Южном Кавказе. По мнению президента Азербайджана, неправильные послания французского правительства фактически создают у армянского правительства, а может быть и у армянского общественного мнения, иллюзии, что они могут вновь начать военную агрессию против Азербайджана. Вооружение Армении, которым так гордится и о чем публично заявляет Франция, не поможет Армении, если она решит начать новую войну. Результат будет тот же, и никто им не поможет. Поэтому Армения должна планировать свое будущее, исходя из собственных национальных интересов, а не из амбиций стран, находящихся вдалеке от нашего региона. Что прописано в новом, шестом варианте мирного договора, пока не распространяется. В свою очередь, сегодня Баку предложил Еревану провести встречу на границе между двумя странами и обсудить заключение мирного договора. Об этом заявили в азербайджанском МИДе. Азербайджан готов к прямым переговорам с Арменией на двусторонней основе для скорейшего завершения мирного договора. Мы считаем, что две страны должны вместе принять решение о своих будущих отношениях. Две страны несут ответственность за продолжение мирного процесса, в том числе за выбор взаимоприемлемого места и решение о встрече на государственной границе. Также ведомстве отметили, что тот факт, что Армении потребовалось около двух с половиной месяцев, чтобы ответить на предложение Азербайджана по проекту мирного договора, серьезно подрывает процесс. Этот застой в мирных переговорах не способствует стабильности и процветанию в регионе. Азербайджан призвал армянскую сторону не допускать новых ненужных простоев и выразил надежду, что в Ереване положительно отреагируют на призыв к скорейшему началу переговоров. Баку призвал Ереван перестать искать основу для мира в Вашингтоне, Брюсселе или Париже. Об этом сегодня заявили в администрации президента Азербайджана. Для продвижения мирной повестки Ереван должен продолжить переговоры с Баку и понимать, что основа для этого находится в регионе, а не за его пределами, подчеркнули в администрации. У Азербайджана добрые намерения. Суверенитет нашей страны был обеспечен. В регионе сложился новый статус-кво, который является легитимным, основанным на справедливости и международном праве. Статус-кво, созданный Арменией, путем оккупации азербайджанских земель отстаивали и члены, поддерживающие Армению минской группы, что было несправедливо и неприемлемо. Как отмечается, важно, чтобы Армения сделала конкретный шаг вперед и села за стол переговоров. Баку ожидает от Еревана четких идей. В частности, именно Армения несет ответственность за то, что коммуникационные линии в регионе все еще закрыты. Азербайджан и Турция неоднократно говорили, что если Армения будет проводить позитивную политику в регионе, то Анкара и Баку смогут открыть для нее свои границы. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявляла, что Советы Запада препятствуют выполнению трехсторонних договоренностей по примирению Еревана и Баку, включая и по вопросу разблокирования коммуникаций в Закавказье. Захарова напомнила, что США и Евросоюз неоднократно выступали гарантами в различных процессах, связанных с отношениями Армении и Азербайджана. Но никаких существенных успехов при таком посредничестве, однако, добиться не удалось. Сербия сможет импортировать из Азербайджана 1 миллиард кубометров газа ежегодно, начиная с 2027 года. Об этом заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравко Джедович Ханданович. Министр отметила, что Сербия и Азербайджан подписали меморандум о взаимопонимании между профильными министерствами, тем самым расширив двустороннее сотрудничество в сфере энергетики и обеспечили поставки газа из Азербайджана в объеме до 400 миллионов кубометров в год до 2026 года. Она также добавила, что после завершения строительства газопровода «Балканский поток», который повысит безопасность и откроет новый маршрут поставок, Сербия укрепит свои позиции в качестве транзитной страны для поставок газа в Центральную Европу. Мы ожидаем завершения строительства газопровода «Сербия-Болгария» в ближайшие дни, что создаст инфраструктурные предпосылки для нового источника поставок газа. Начиная с 2027 года, Сербия имеет возможность импортировать из Азербайджана 1 миллиард кубометров газа ежегодно. Как отметила Дубравка Джедович Ханданович, меморандум с государственной нефтяной компанией Азербайджана «Сакар» также открывает дополнительные возможности для сотрудничества между двумя странами по поставкам сжиженного природного газа через терминалы в Турции и Греции и потенциальное сотрудничество по развитию мощностей для строительства электростанций, работающих на природном газе и газохранилищ. Также министр предложила, что Сербия и Азербайджан в будущем могут углубить сотрудничество и в сфере зеленой энергетики. Сегодня также стало известно, что Азербайджан, Румыния, Грузия и Венгрия совместно с Болгарией и Евросоюзом подписали меморандум о взаимопонимании по созданию платформы зеленой энергетики. Об этом сообщил министр энергетики Азербайджана Парвис Шахбазов. В Будапеште у нас состоялась плодотворная встреча по проекту зеленого энергетического коридора с участием четырех стран Болгарии и ЕС. Мы договорились начать технико-экономическое обоснование сразу после тендера и провести встречу операторов систем передачи в декабре в Баку с целью создания совместного предприятия. Отметим, что основным рынком сбыта зеленой энергии из Азербайджана является Европа и уже имеется конкретный проект, в рамках которого будет осуществляться поставка энергии из возобновляемых источников. Так, 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает строительство энергомоста из Кавказского региона в Европу. В рамках достигнутого соглашения ожидается строительство подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1000 мегаватт и протяженностью 1195 километров. Кабель будет предназначен для поставок зеленой электроэнергии, производимой в Азербайджане через Грузию и Черное море в Румынию, для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы. Это позволит наладить поставки до 4 гигаватт зеленой энергии. Президент Ирака Абдель-Латив Джамал Рашид, находящийся с официальным визитом в Азербайджане, сегодня посетил старый город Ичири-Шахер. Во время прогулки глава Ирака ознакомился с дворцом Ширван-Шахов. Гостю рассказали об истории государственного архитектурного заповедника Ичири-Шахер, о том, что он внесен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Во время прогулки по территории старого города президент Ирака попробовал горячий тандыр. Субтитры создавал DimaTorzok Еще больше новостей читайте на портале Москва-Баку. Ссылка в описании под этим видео. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok